Всем привет! На связи Денис Шаповалов и в этом видео я хочу поделиться с вами опытом использования электронной книги и рассказать о тех причинах, по которым я планирую от нее отказаться, ну практически совсем. Итак, поехали! Где-то года два назад я стал счастливым обладателем электронной книги Amazon Kindle 7. На тот момент это была новинка и последняя книга, ну или одна из последних, уж точно не помню, она меня очень сильно привлекала, потому что вот так вот она выглядит, ее можно удержать вот так вот просто пальцами я не знаю, ну может грамм 150 она весит и большое количество книг, которые мне периодически приходится прорабатывать очень удобно все это делать с помощью электронной книги и я первое время, конечно, радовался, потому что была решена проблема места, которое занимают книги и в какой-то момент мне стало понятно, что места больше не надо добавлять, потому что есть электронная книга и удобство, которое я получил вместе с этой электронной книгой, оно просто, ну в каком-то смысле зашкаливало. Я нахожусь где-то на обучении, я слушаю какую-то лекцию, я смотрю какой-то вебинар, ну что бы я ни делал, всегда присутствует такой важный для меня момент, как ссылка на какой-то источник литературы, который мне сразу хочется записать, сразу хочется найти и приобрести. И вот с электронной книгой это происходит моментально, я прямо с телефона нахожу книгу, которую мне надо, отправляю на электронную книгу, все, она уже у меня, я уже с ней начинаю работать. Это очень здорово, это очень удобно и я этим пользовался какой-то момент, пока не набрел на одну очень любопытную информацию, которую, конечно, захотел как-то перепроверить, вот, и изрядно в сети порылся, чтобы это все проверить, так ли это. Значит, суть вот в чем. В норвежском университете проводился эксперимент, и кстати, именно с книжкой Amazon Kindle. Отобрали 50 студентов, которые по успеваемости примерно равны, и предложили им прочитать рассказ детективный, который впоследствии предложили им пересказать. Ну, не просто пересказать, а восстановить цепочку событий. Значит, рассказ был 28-страничный, а цепочка была из 14 событий. И задача была восстановить их в фронологическом порядке. Те, кто читал этот рассказ в электронном варианте, они практически не смог никто этого сделать. И все, кто читал этот рассказ детективный в бумажном виде, смогли сделать все. Ну, или почти все. Восстановить эту цепочку событий. И тут вопрос. Как же это работает? Почему же читатели бумажного варианта смогли, а читатели электронного не смогли? Значит, здесь все связано с тем, как мозг обрабатывает информацию. И в случае с электронной книгой примерно выглядит это следующим образом. Вот у вас в руках электронная книга. Вот ее экран. И для вашего мозга вот эта информация, это, в общем-то, все, что есть касательно того, как книга, ну, скажем так, выглядит, да, как она ощущается в руках. Вот эти все кинестетические наши ощущения, они с электронной книгой всегда абсолютно-абсолютно одинаковые. Вот. И меняется у нас только вот эта часть. И представьте, книг у нас там 20, я не знаю, сколько здесь книг, но много, может быть, где-то порядка 20-30 книг. Вот. И эти все книги, они, в общем-то, имеют абсолютно одинаковый внешний вид, ну, и, если хотите, и запах. Вот. Что происходит, когда мы берем в руки бумажный экземпляр? Мы берем книгу, она имеет какую-то обложку, она имеет какой-то размер, она имеет какую-то толщину. Мы открываем страницы, начинаем читать, мы кладем закладку, мы понимаем, что мы находимся в начале книги, там вот чуть-чуть здесь мы прочитали, да, и основная масса дальше находится страниц. Мы видим название глав, фиксируем взглядом, как они у нас там расположены. Мы видим на некоторых страницах какие-то важные тезисы касательно какого-то вопроса. Мы видим содержание. И самое интересное, что в этот момент, когда мы общаемся с бумажной книгой, МОЗ создает очень такие сложные, по отношению, конечно, к вот этому вот делу, очень сложные нейронные связи, которые фиксируют много-много-много чего. Даже историю приобретения этой книги, как она к вам попала, где вы ее купили, как вы носите ее там в рюкзаке или в сумке у себя, как вы открываете, как вы двигаетесь по книге, сколько вам осталось, на ком вы месте. И получается, что когда вы берете книгу каждый раз, если вы вот так немножко просто, знаете, быстренько так пролистаете прошлый кусок прочитанный, то у вас в каком-то смысле произойдет, ну, такое что ли, восстановление немножко того, о чем была речь ранее. Вот. И самое интересное, что мне приходится возвращаться к книгам. И очень часто. И когда ты возвращаешься к прочитанной книге для того, чтобы переосмыслить ее отдельные главы или перечитать какой-то момент для того, чтобы лучше в чем-то разобраться, потому что ты помнишь, что там что-то было, да, и тогда ты это пропустил, а потом ты вспомнил, о, а вот там же это было, давай вернемся. То тогда происходит вот как бы восстановление, да, вот этого всего наработанного массива нейронных связей касательно вот именно этой книги как отдельного некого объекта. То есть мозг воспринимает каждую книгу как некий отдельный объект. И вот я представляю, что что же для нашего мозга вот эта электронная книга, и что же для нашего мозга, собственно говоря, отдельные, например, там 30 книг. У меня такая метафора возникла. Представьте себе огромный-огромный ангар, в котором сложены огромные-огромные стопки листов. Вот такие прям огромные, они как столбы стоят. И вот ангар один, а столбу этих вот из отдельных листов, их много. И вот эти вот все столбы стоят, вот, и это и есть, собственно говоря, книги внутри электронной книги. То есть ангар это электронная книга, а столбы вот этих вот листов отдельные, это те книги, которые туда закачаны. И сколько бы там этих столбов не появлялось, то ангар будет всегда один и тот же. А тогда что же такое бумажная книга? А бумажная книга, это представьте себе, ну, например, если мы говорим, да, о 30 книгах, да, там у нас 30 столбов с листами. А бумажная книга, это у нас, представьте, как вот 30 отдельных зданий. И в каждое здание ты заходишь, там все по-разному. И здание выглядит по-разному, и внутри все по-разному. И ты заходишь в одно, второе, третье, и вот ты должен в эти все 30 зайти, чтобы познакомиться. В случае с электронной книгой ты зашел в ангар и просто, не выходя из ангара, знакомишься со всеми этими столбами листов, которые там стоят. Вот. И получается, что эффективность работы с литературой, что очень важно конкретно в моем случае, она выше с бумажной книгой. Ну, что вы думаете? Я не просто услышал об этом эксперименте и захотел найти подтверждение тому, что он все-таки был. Я еще и взял бумажную книгу очередную, которую хотел прочитать, и ее не скачал, а взял бумажную. И начал читать, и начал за собой следить. А как же вот у меня? Чувствую ли я что-то такое, о чем вам сейчас рассказываю? Проявляется ли это как-то? Вы знаете, мне показалось отчетливо, просто очень отчетливо показалось, что да, разница огромная. Ну, может не огромная, но разница есть. Вот. И в связи с этим мое послание вам, когда вы используете какие-то электронные устройства, воспримите вот то, что я вам рассказал, задумайтесь. И я не говорю, что электронная книга вообще не нужна. Это невероятно удобно. Возможно, где-то взять с собой в отпуск, что-то почитать. И часто я с электронной книгой сижу и что-то выписываю. Вот. А когда ты пишешь, ты уже способствуешь большему, большей эффективности усваиваемого материала. Поэтому задумайтесь просто над этой информацией и, возможно, если ваши дети или вы сами приверженцы такого вот электронного чтения, то в связи с данными этого исследования и своим личным опытом хочу вас все-таки пригласить на бумажную, так сказать, сторону живых и настоящих книг. Потому что от них и мозгу нашему больше работы, что в данном случае хорошо, и нам с вами больше пользы от прочитанного, что тоже хорошо. Спасибо за внимание. До связи. Всем пока.